Всем привет! С вами Олег. Сегодня поговорим о более сложных механизмах, зубчатых передачах. Поехали! Я соберу зубчатую передачу, используя большое 60-зубое зубчатое колесо и малое 12-зубое колесо. То зубчатое колесо, которое вращается за счет какой-либо внешней силы, в данном случае это мускульная сила, моя мускульная сила, является ведущим. Следующее колесо, которое вращается за счет зацепления с ведущим колесом, называется ведомым колесом. Для того, чтобы лучше проследить за поведениями зубчатых колес, я воспользуюсь балками, в которых есть отверстия квадратного сечения. Мы видим, что та балка, которая связана осью с малым колесом, вращается значительно быстрее, чем балка на большом колесе. Как это возможно объяснить? Два зубчатых колеса связаны с зубьем. Когда прокручивается зубчик на одном колесе, прокручивается зубчик и на другом колесе. 12 зубьев – это полный оборот на малом зубчатом колесе. 60 зубьев – это полный оборот на большом зубчатом колесе. Давайте запишем это соотношение. 60 разделить на 12 получится 5. Такое отношение зубьев на зубчатых колесах называют передаточным отношением или передаточным числом. Очень часто его обозначают буквой Z. Давайте запомним. 5. И проверим. Совершенно очевидно, что на один оборот большого зубчатого колеса придется 5 оборотов малого зубчатого колеса. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Оба колеса находятся в том же положении, что и были до начала нашего эксперимента. В 5 раз вал малого зубчатого колеса вращается быстрее, чем вал большого. Что же делать, если нам необходимо выиграть в силе? Совершенно очевидно, что для этого необходимо сделать ведущим колесом малое зубчатое колесо. При этом, естественно, мы проиграем в скорости. Давайте нарисуем нашу зубчатую передачу. У нас есть корявое маленькое зубчатое колесо и корявое большое зубчатое колесо. Мы осуществляем вращение, поворачивая вал. Для большого зубчатого колеса расстояние от точки приложения усилий до нагрузки больше, чем у малого зубчатого колеса. Л1 больше, чем Л2. В то же время расстояние от усилия до опоры, а опора находится в центре, и здесь, и здесь, одинаково у обеих зубчатых колеса. Каждая из зубчатых колеса – это рычаг третьего рода. И в том, и в другом случае мы проигрываем в силе, но выигрываем в скорости. Вопрос в размере проигрыша. Проигрыш в силе в большом зубчатом колесе значительно больше, чем в малом. Таким образом, мы получили систему из двух рычагов третьего рода. Этими объясняется выигрыш в силе в том случае, если малое зубчатое колесо является ведущим. Пишите, что вы об этом думаете в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был Олег. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok